Наринмарский детский дом отметит юбилей. 85 лет назад в нашем округе советская власть взяла на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей и сиротах. О том, как строился и развивался Наринмарский детский дом, о том, каким он встретит юбилей, смотрите в материале выпуска. Первый адрес детского дома – село Оксино, лучший дом кулаков Лудниковых. Корреспондент газеты Нарьяна Вендер Леонтьев писал, для 24 воспитанников от 2 до 12 лет предоставили 4 комнаты, стол, несколько табуретов, кровати и ветхое постельное белье. Заведовало учреждением Оксиновское. В 1934 году в селе Виска открыли отделение детского дома. Количество воспитанников возросло до 44 человек. Под руководством комсомолки Зинаиды Максимовой открыты физкультурные и хоровые кружки. Уже через год за участие в Олимпиаде детский дом получил премию. Дети читали журналы «Мурзилка», «Пионер», «Чиж», «Колхозные ребята», «Пионерская правда» и другие. Выпускали стенгазету «Октябренок». Затем детский дом переехал в Пустозерск. А в 1947 году – в Нарьинмар. В городе построили двухэтажное здание. В десяти комнатах располагались 42 воспитанника, в том числе 20 детей погибших воинов. Коллектив воспитателей заботился о детях, как о своих. Кормили, конечно, нас неплохо, но я помню, когда первый год работала в детдоме. Значит, только раздам завтрак. Еще не успела последним детям дать за третьим столом. Мне уже… Мне добавки, мне добавки. Я говорю, ребята, вы меня скоро съедите, говорю. Вам дров помельче, так вы тоже сидите. Они смеются, хохочут. Иногда придешь на работу, печки нетоплены, дров нету. Давай, ребята, подготовительные там, кто постарше, посильнее, мальчики. Девочки и дети. Пойдем, ребята, дров наносим, печку затопим. Только тогда начинаем поднимать детей, потому что было очень холодно. В 1955 году пришла работать детский дом Анастасия Бородина. Сначала няней, затем поваром. Работать приходилось три смены практически сутки напролет. И так до самой пенсии. Сейчас Анастасия Михайловна регулярно приходит уже к новым подопечным. Вяжет теплые варежки и носки. И потом целыми сумками несет в дар ребятам. Раньше мы были закрыты учреждения. Закрыты от всего и всех. У нас тут, я помню, был деревянный забор высокий-высокий. У нас дети любили туда залезать. Но, естественно, закрыто учреждения. Им хотелось там повыглядывать. Вот сейчас, если сравнить детский дом, мы открыты всем. Волонтерское движение. И спонсоры у нас приходят. И шефы у нас есть. В 1987 году детский дом отпраздновал новоселье в новом, уже трехэтажном кирпичном здании. Это был такой праздник. Это был такой день. А дети-то какие счастливые были. Мы счастливы. Мы перетаскивали все сами. Все оттуда мебель вот эту какую. Пока у нас старая мебель была. Потом потихонечку закупали новую. Делали уют, красиво. В 1991 году руководство детским домом принял Николай Александрович Чеснейшин. При нем впервые воспитанники получили возможность отдыхать в санаториях на юге страны. Он, будучи хорошим спортсменом и сейчас, выйдя на заслуженный отдых уже в качестве воспитателя, с удовольствием занимается с ребятами физкультурой. В детском доме за последние годы произошло очень много изменений. Были перестроены большие групповые комнаты под маленькие спальни для двух-четырех ребят. Гостиные, столовые, в которых сейчас ребята имеют возможность и отдыхать, и одновременно принимать пищу, и заниматься. В детском доме созданы такие условия для воспитанников, чтобы они имели возможность проживать в одной семейной ячейке со своими братьями и сестрами.